Депутаты ГДРФ начали сегодняшний день на Ставрополье с двусторонней встречи с губернатором края. Владимиров и Николаев обсудили вопросы противопаводковых мероприятий, развития мелиорации, использования земель сельхозназначения и сохранения природных богатств региона Кавказских минеральных вод. Устремления правительства Ставропольского края были в основном направлены на то, чтобы отрегулировать текущие зоны горно-санитарной охраны. То есть, начиная там 200 лет назад, еще с царских времен, проводилась застройка внутри Кавказских минеральных вод. Сегодня действующее законодательство говорит, что вот ты построил первую горно-санитарную охрану, а у нас практически 70% санаториев находится там, и ты не ремонтировать, ни какую-то хозяйственную деятельность не можешь осуществлять. Нужно это отрегулировать. Обсуждение социально-ответственного недропользования продолжилось за круглым столом в правительстве края. Что касается кавказских минеральных вод, то нельзя допустить застройку природоохранных зон. Еще один важный вопрос – защита территориального производства минеральной воды. Сегодня, к примеру, ясентуки можно производить в любом другом регионе страны. И не факт, что в бутылке разливают ту самую целебную, а не контрафакт. Это неправильно, отмечают депутаты. Сейчас ведется работа над изменением гражданских кодекций. Мы активно принимаем участие в этой работе для того, чтобы в конце концов у нас были защищены прежде всего регионы, территории. Потому что это богатство, это гарантия инвестиций и развития каждой такой территории, которая производит и дает уникальный продукт. Федеральные депутаты считают, что Ставропольский край должен иметь все права на эти процессы для повышения эффективности. Затронули проблемы использования земель сельхозназначения. Сегодня в документах нет понятия сельхозугодий. И плохо это. В советские времена их видов было порядка 20. И сразу можно было проследить, по назначению земли используются или нет. И если сегодня будет такая четкая классификация, то с нарушителями будет легче бороться. Продолжив обсуждение, уже в Краевой Думе коснулись решения проблем рекультивации земель. Как должен вообще вопрос стоять с рекультивацией земель? А он должен состоять так. Когда ты просишь перевезти землю, ты должен предоставить и проект рекультивации сразу на этот земельный участок. И вопросы сразу будут сниматься, потому что безобразия в этой сфере достаточно немало. Федеральные депутаты на встрече с краевыми отмечают, что при работе над законопроектами очень важно региональное взаимодействие. Чтобы после принятия не было вопросов и проблем. Все регионы разные. Нужно идти от частного к общему и вместе находить решение. Хотелось бы нам, чтобы вы давали отзывы на все законопроекты федеральные, которые вы получаете. У вас достаточно большой, квалифицированный депутатский корпус. Для нас это было бы очень важно. И чтобы в качестве отзывов вы давали, в том числе, и возможность будущего вашего видения правоприменительной практики. Как это будет на самом деле работать. От нашего аграрного региона гостям вручили корзину яблок. Те, в свою очередь, поблагодарили за прием и отметили, что сегодня как никогда важно быть социально ответственным депутатом, защищающим интересы своих избирателей.